МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! В эфире национального телевидения Чуваши информационная программа Республика. В студии Ольга Панова. По данным Минобразования России, более 5 миллионов детей от 3 до 7 лет посещают детские сады. С начала года их число возросло на 43 тысячи. Однако 572 тысячи или 15% малышей ждут своей очереди. К 2016 году планируется создать около 1 миллиона 200 тысяч новых мест в детских учреждениях. Задача трудная, но решаемая, подчеркнул премьер Дмитрий Медведев. Руководители регионов страны в режиме видеоконференции рассказали премьер-министру, как обстоят дела с детскими садами на местах. В шести регионах – Амурской, Владимирской, Калужской, Тюменской области, Ненецком и Чукотском автономных округах – проблема практически решена. Очередь сведена к минимуму. В Великом Новгороде почти все малыши пристроены. Здесь делали упор на семейные и частные детские сады, которые помогли разгрузить основную очередь. Особенно острая ситуация в 22 регионах. Там в детские сады не могут попасть более 10% малышей от 3 до 7 лет. В Калмыкии, Красноярском крае, Дагестане, Новосибирской области таких детей в два раза больше. В этом году регионам из бюджета дополнительно выделят 50 миллиардов рублей в виде субсидий. Я хотел бы прямо обратить внимание руководителей регионов, что они должны пойти именно на детские сады. И ни на что другое. При этом обязательства регионов – это не только строительство детских садов, в чем мы, как и договаривались с вами, уважаемые коллеги, федерация вам помогает, но и повышение зарплаты и квалификации работников дошкольных учреждений. В Московской области средняя зарплата воспитателей на сегодня порядка 30 тысяч рублей. Здесь хорошо идет и строительство детских садов. Также активны в этом плане Свердловская область, Ханты-Мансийский автономный округ, город Саха, Якутия, Москва и Башкирия. Более трех тысяч детских садов в России в свое время использовались не по прямому назначению. Больше всего таких в Приволжском округе. Сейчас чуть больше тысячи удалось вернуть обратно. Кроме строительства детских садов, необходимо еще и ремонтировать, подчеркивают в правительстве. В течение последних трех лет на капитальный ремонт были поставлены 3116 дошкольных учреждений. Хорошо капитально ремонтировал Приволжский округ 807 учреждений, Сибирь 497, Центральный округ 474 учреждения отремонтировали. Хотелось бы среди субъектов отметить прежде всего Тюмень. В Московской области 47 тысяч детей ждут своей очереди в детский сад. Руководитель области говорит, что это связано с масштабной застройкой районов. 30 тысяч малышей от трех до семи лет ежегодно прибавляется в Московской области. Тем не менее, в планах к 2016 году свести очередь к минимуму. В Чувашии в детские сады ходят более 61 тысячи детей. Из них более 50 тысяч – ребятишки старше трех лет. Более двух тысяч детей от трех до семи лет – это около 12% от общего числа – еще ждут своей очереди. В 2012 году в республике построено пять новых детских садов, реконструировано три. Это около полутора тысячи мест. С 2013 по 2015 годы планируется ввести около 9,5 тысяч мест. А к сентябрю 2013 года власти обещают обеспечить всех детей от трех до семи лет и около 60% малышей от полутора до трех лет местами в детском саду. Татьяна Трофимова, Олеся Русакова, Александр Петров, Республика. Кабинет министров Чувашии принял постановление о повышении оплаты труда отдельных категорий работников бюджетной сферы – отраслей образования, здравоохранения, культуры и спорта. Повышение 2013 года запланировано в четыре этапа. Первый уже выполнен. С 1 января зарплата у педагогических работников, работников культуры, спорта и медиков выросли. У кого-то на 5, у кого-то на 10, у кого-то на 30, а у кого-то и на все 40%. Следующее увеличение – с 1 апреля. С учетом предлагаемых процентов повышения зарплаты с 1 апреля отдельной категории работников бюджетной сферы, средняя зарплата должна составить, то есть прогнозится по нашим расчетам, по педработникам образовательных учреждений в размере 18 202,4 рублей. Рост к средней зарплате в целом на 16,3, это к 2012 году. По педработникам до 15 829,8 рублей. Рост к зарплате за 12 год на 54%. По педработникам учреждений доп. образования средняя зарплата прогнозируется на уровне 14 518,8 рублей. Рост к средней зарплате за 12 год 38,4%. В качестве социального ориентира была выбрана средняя зарплата в Чувашии, а она превысила прогнозные цифры. Теперь для выплаты повышенных заработков необходимо еще около полумиллиарда рублей. Глава Чувашии попросил не откладывать дело в долгий ящик и подготовить необходимые документы к ближайшей корректировке бюджета. Михаил Игнатьев также поручил выплатить новые зарплаты до 10 июня и обязал руководителей профильных министерств лично проконтролировать этот вопрос. На заседании также утверждено распределение остатка неиспользованных федеральных субсидий на предоставление социальных выплат молодым семьям в рамках федеральной целевой программы «Жилище». Остаток составляет около 3 миллионов рублей. Средства получат и Бресенский, и Маргаушский, и Ядринские районы, и города Ночевоксарской, и Шумерли. Кроме того, правительство утвердило величину прожиточного минимума за первый квартал 2013 года. Для трудоспособного населения он составил 6291 рубль, для пенсионеров – 5 тысяч 5 рублей, для детей – 5943 рубля. Елена Гальперина, Александр Петров, Республика. В Чувашии всегда рады гостям. Столица района республики традиционно встречает друзей с хлебом и солью. 30 и 31 мая в Чувашии пройдут Дни культуры Башкирии. Ожидается насыщенная программа. В составе делегации приедут более 220 человек. Это известные творческие коллективы региона. Среди них фольклорный ансамбль песни и танца «Мирас», этно-рок-группа «Аргымак», популярные солисты Башкортостана, художники, мастера декоративно-прикладного искусства и писатели. Самым насыщенным с точки зрения культурной программы станет 30 мая. Именно на этот день назначены торжественные открытия Дней культуры с участием президента Республики Башкортостана Рустема Хамитова. Концерт мастеров искусств. В Национальной библиотеке пройдет встреча Союза писателей с коллегами из Чувашии. Откроется выставка в художественном музее. А в Театре оперы и балета можно будет увидеть настоящую юрту. 6-7 июня там покажут «Лебединое озеро» и «Корсар», которые поставил выдающийся хореограф Юрий Григорович. В свою очередь, чувашские артисты 8-9 июня в Уфе покажут зрителям свои оригинальные представления. Балет «Лолита», «Вальпургиево ночи» и «Нунча», а также музыкальную сказку и игру «Хрустальный башмачок». Подобные мероприятия – это не просто обмен опытом между творческими коллективами, но и улучшение взаимопонимания между чувашами и башкирами, отмечают в Минкультуре. В Чувашии проживает около 200 башкиров, тогда как чувашская диаспора в Башкортостане значительно больше – около 117 тысяч человек. Кроме того, на башкирской земле родились классики чувашской литературы – Константин Иванов и Яков Ухсай. Год назад в Башкирии прошли Дни культуры Чувашии. Тогда главы Башкирии и Чувашии Рустем Хамитов и Михаил Игнатьев подписали договор о дружбе и сотрудничестве между регионами. Татьяна Трофимова, «Республика». К теме «Чувашии» из Башкирии мы еще вернемся в нашей программе. В конце выпуска не пропустите рассказ об одной из старейших улиц столицы республики. А мы продолжаем. В Цивильском районе вынесен приговор по уголовному делу о взрыве бытового газа в жилом доме в селе Тувси. Михаил Алексеев признан виновным. Ему назначено наказание 3 года и 2 месяца лишения свободы с отбыванием наказания в колонии-поселении. Напомню, 15 января 2013 года в жилом доме по вине Алексеева произошел взрыв. Под завалами погибли супруга и 16-летний юноша, проживавший в квартире этажом ниже. Пострадали еще два жителя дома. Сам Алексеев получил ранение. Жилой дом был признан неподлежащим восстановлению. Материальный ущерб составил свыше 32,5 миллионов рублей. Приговором Цивильского районного суда житель деревни Тувси Цивильского района, 58-летний Михаил Алексеев, признан виновным в нарушении требований пожарной безопасности, совершенным лицом, на котором лежала обязанность по их соблюдению и повлекшее по неосторожности смерть двух лиц, а также в повреждении чужого имущества в крупном размере, которое было совершено путем неосторожного обращения с источниками повышенной опасности. Результатом расследования уголовного дела филиал Чуваш-сеть газа было вынесено представление об устранении обстоятельств, способствовавших совершению преступления. Несвоевременное выявление фактов нарушения правил эксплуатации газовых приборов. Двое сотрудников филиала привлечены к ответственности. Татьяна Молокова, Республика Сегодня в Заволжье тушили пожар. На место прибыли не только лесничие. Пришлось запрашивать поддержку МЧС. Экстренно на левый берег Волги было стянуто более 10 единиц спецтехники. Вот так каждый год накануне пожара опасного сезона оперативные службы готовятся к реальным происшествиям. Без дыма и огня в сценарии условного ЧП тоже не обошлось. Убедился в этом и мой коллега Дмитрий Ковалев. Когда на опушке леса разгорается вполне реальный пожар из ближайших поселков, сюда по первому зову съезжается лесная охрана. По задумке информацию ЧП они получили от смотрителей, которые дежурят на вышке. Первый огонь на себя принимают лесники. На месте разворачивают мощную мотопомпу. Кто-то тушит огонь ручными пушками, кто-то лопатами. Возгорание удается локализовать быстро, но лесникам еще никто не дает отбой. По сценарию искра от небольшого костра перекидывается на деревья и сухостой. Эту ужасную картину огнеборцам приходится только воображать. В округе дымом уже и не пахнет. Воду лесникам приходится направлять в воздух. По ошибке и в нашего оператора. Случись такое ЧП на самом деле никому бы уже не было до смеха. Неподалеку от леса расположен крупный санаторий. Не подпустить огонь к этому объекту – главная задача. На помощь лесникам приезжают пожарные. Территорию они берут в плотное кольцо. На место продолжает прибывать техника из Чебоксар и Новочебоксарска. Этим летом лесопожарная служба вооружилась. Патрульные машины и квадроциклы ежедневно выезжают в рейды. В лесах круглые сутки дежурят автоцистерны и трактора. За Волжей контролируют и с воздуха. Над этой территорией самолеты кружат каждую неделю. Есть инвентарь, который предусмотрен в пожарно-химических станциях второго типа. Все в наличии. Эта техника обновлена после 2010 года. На сегодняшний день, я считаю, тушить, не допускать пожары лесопожарная служба готова. Лесной массив и ближайшие от него постройки должны обезопасить и вот такие минеральные полосы. Скоро в Заволжье установится наивысший класс пожароопасности. Личный состав уже приведен в режим повышенной готовности. Дмитрий Ковалев и Андрей Спиридонов. Республика. В МВД рассказали о статистике правонарушений среди несовершеннолетних. Сейчас на учете стоит полторы тысячи человек. В центре временного содержания сейчас находятся 33 малолетних правонарушителя. Из них 12 совершили общественно опасные деяния. По данным МВД, за первые 4 месяца этого года подростковая преступность сократилась на 11%. Накануне летних каникул сотрудники полиции провели рейд по детским лагерям. Если говорить о Чуварской республике, то в прошлом году у нас был зарегистрирован один факт кражи сотового телефона, гладухающего несовершеннолетнего и четыре факта самовольных уходов детей. В основном это воспитанники интернастских домов. В настоящее время нами проведены совместно с органами исполнительного власти, местным управлением, комиссионное обследование всех одаровительных учреждений на инженерно-техническую, антикористическую, противокриминальную защищенность объектов. Конечно, несмотря на положительную динамику с прошлыми годами, состояние улучшается, появляются новые системы видеонаблюдения, кнопки тревожных сигнализаций и так далее. Но в целом, конечно, МВД, в целом состояние технической защищенности детских, особенно загородных одаровительных лагерей, конечно, МВД не устраивает. Так, в настоящее время все одаровительные лагеря оборудованы охранно-пожарной сигнализацией, кнопками тревожных сигнализаций оборудованы 14 детских лагерей, а у нас их всего 24. Системами видеонаблюдения 11 частными охранными организациями заключены договоренность в 6 лагерях. Как показывает практика, дети, часто наблюдая за взрослыми, совершают правонарушения. И для воспитания с раннего возраста, чувства социальной ответственности и культуры, как участника дорожного движения, в 1973 году был создан отряд юных инспекторов движения. В 23-й раз собираются юные инспекторы движения в конце весны, чтобы проверить, кто лучше знает правила. Физкультурно-оздоровительный центр «Белые камни» в этом году принял гостей из разных районов республики, а также Мордовии, Мариэл и Ульяновска. За соревнованиями наблюдала и наша съемочная группа. Юидовское движение за 40 лет прошло большой путь и оказало существенное влияние на предупреждение случаев дорожно-транспортного травматизма среди детей. Первыми участниками отряда были только старшеклассники, которые затем становились помощниками госавтоинспекторов, выходили с ним на дежурство, выполняли поручения по профилактике ДТП. Немного позже в отрядах Юид появились самые маленькие участники дорожного движения. Владимир Романов, начальник управления ГИБДД республики, вспоминает, что тоже принимал участие в таких слетах. Я привез команду Шумерлинскую, уже будущей молодым руководителем, на третий слет на республиканский Юид. Сегодня вы видите же 23-й, как время проходит. Меняется время, поменялся мир, но не поменялось никогда отношение юных инспекторов, здесь сидящих или первых юных инспекторов дорожного движения. Тем принципам, тем правилам, что сегодня мы вместе с вами делаем очень правильную и нужную работу. На торжественном открытии ребята продемонстрировали свои парадные формы, затем последовали сами соревнования. Знатоки ПДД, автогородок, знания основ оказания первой медицинской помощи, основы безопасности жизнедеятельности, фигурное вождение велосипеда. Многое для участников оказалось новым, но теперь они со смелостью могут применить навыки на практике. Я сегодня узнал, как правильно ездить по дорогам, узнал, что нужно делать, как оказывать первую медицинскую помощь. Среди гостей Юида были и мотоциклисты. В последнее время возросло количество ДТП с участием этого вида транспорта. Байки рассчитают, что только соблюдая правила дорожного движения, можно безопасно передвигаться. Правильно, что у нас дети с детства, когда занимаются и понимают правила дорожного движения, как вести себя на дороге, то это, во-первых, им уже с детства задает определенный правильный вектор развития их как личности. Появляются определенные правила и принципы. Ну и опять же, ребенок даже, когда едет в машине с родителями, и если он видит, что он где-то нарешает, дети же обязательно и скажут, и я думаю, что родителям будет очень стыдно, что он где-то нарушает. В течение трех дней слета ребят ждет увлекательное времяпрепровождение. В план мероприятия входят выезд село Шоршелу музея космонавтики, Юидовский костер и фейерверк, а также незабываемый досуг во внеурочное время, новые знакомства и друзья. Мария Данилова, Николай Яковлев, Республика. Открытие купального сезона для многих жителей Чебоксар станет приятным событием. Ждать осталось совсем немного. 1 июня все пляжи города заработают в полную силу. На городских пляжах уже созданы необходимые условия для безопасного отдыха. Проведены работы по очистке прибрежной зоны, а также дна пляжей. Завезли 2300 тонн песка с базы речного порта, разровняли, отдали на лабораторные исследования качество песка, воду в акватории пляжа, также качество воды, питьевую фонтанчику. С начала открытия купального сезона на пляжах будет дежурить медперсонал на санитарных лодках и спасатели. Каждые 15 минут по громкой связи будут говорить о правилах поведения на воде. Новшеством станет круглосуточное видеонаблюдение и развлекательные мероприятия несколько раз в неделю, а также запрет на алкоголь и курение. Продажа спиртных напитков, алкогольной продукции, в общем-то, запрещена. Поэтому, конечно, вместе с органами местного самоуправления наша государственная инспекция проводит специальные рейды для недопущения реализации спиртной продукции на пляжах. Потому что основное количество погибших, по статистике, у нас было в нетрезвом состоянии. С 1 января 2013 года вступил в силу закон об ограничении продажи алкогольной продукции в парках, скверах, пляжах и других местах. Но, как ни странно, закон не исключает продажу алкоголя в стационарных объектах. По сути, палатки и ларьки перейдут в магазины и продажа алкоголя будет продолжаться. На городском пляже уже полным ходом идет строительство нового объекта. Статистика по-прежнему неутешительна. За прошлый год в Чувашии утонули десятки человек. И если отдыхающие не станут более осторожными и ответственными, такая тенденция будет продолжаться и дальше. Татьяна Филатова, Андрей Шоклев, Республика. На этой неделе исполнилось 123 года со дня рождения великого классика Константина Иванова. И хотя поэт родился в Башкирии, народным он стал в нашей республике. Здесь установлен памятник, бюст и улица, названа в честь Константина Иванова. Сложно сказать, когда она появилась на карте одновременно с Чебоксарским Кремлем, который заложили в 1551 году. Поэтому праздник улицы приурочен к дню рождения известного чувашского поэта, чью имя она носит уже 65 лет. Об ее истории далее. Я с вами прощаюсь. До завтра. Улица Константина Иванова получила свое название после революции. До 1917 года она называлась Соборной, Веденской, Мараткановской, затем Большой Советской, Чувашской и была одной из главных улиц столицы. Здесь сосредоточились все важные учреждения. По старых зданиях, вытеснив прежних жильцов, разместились новые конторы. Бывшее казначейство стало гаражом гужевого транспорта. В здании Земской управы разместился военкомат. В 1939 году Веденский собор был приспособлен для картинной галереи. Правда, уже в 1944-м храм вновь вернули епархии. Таким образом, власти признали заслуги верующих, Великую Отечественную войну, собравших средства на строительство целой танковой колонны. В 1930 году по проекту московского архитектора на будущей улице Константина Иванова была построена первая городская больница. В те же годы исчез с лица земли Никольский женский монастырь, на территории которого похоронена прабабка первого русского царя из династии Романовых. Своё окончательное название улица получила в 1948 году. А в 1952-м в сквере напротив кинотеатра «Родина» был установлен памятник классику чувашской литературы. Редактор субтитров А.Семкин